Собственно, по этим кадрам становится понятно, что не было, конечно, у ВСУ шансов там как-то остаться. Все цели СВО при этом будут достигнуты. Правда, сказал Путин, как известно с Россией. Мы готовы идти к победе, но вот не с этими и не с этими. Это просто ляканье обычное. Австрияк Шекельгрубер просто вел в блуд немецкий народ, который потом пострадал от кровавого Сталина. От Министерства обороны на мне только пистолет Макарова и две гранаты. Объясните мне, почему я должна платить за мусор, которого у меня нет? Если они не могут себе позволить купить нормальный халат, то это не наша проблема. Я считаю, что это не самое жесткое слово, которое можно использовать в данном контексте. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это, конечно же, свежий выпуск и розбір російської пропаганди, их кренджатини и того, что они наговорили за парьбриком. Вы же не забывайте, что мы с вами найактивнейшие участники информационной войны. И так-так, нам кончено необходимо отстреливаться от россиян и от их пропаганды. Тоже не забывайте лишать нам входу лайфу для поширения всей зібраної информации. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, чтобы узнать больше и чтобы знать про все первым. Не стыдитесь ничего и ничего не бойтесь, никого не бойтесь в первую очередь. Знаете, вот из того, что сейчас на мне надето, бронежилеты, одежда, обувь, снаряжение, ну, по сумме я не знаю, ну, тысяч на двести, может, триста, где-то так вот. От Министерства обороны на мне только пистолет Макарова и две гранаты. Все остальное – это волонтеры, друзья, такие, как вы. Даже машина, в которой я сижу, тоже от них же. И все равно мы говорим, что мы победим. Потому что, если мы вместе, то кто против нас? Наступное видео, особенно для меня, однее из самых крутых за последний час. Фавориты, я бы их так, збирала в окремую коллекцию, в таку собі электронную кунсткамеру. Потому что иногда, здаяется, что все найкраще, все найкрутіше, уже ними сказано. Дно пробито, але вони, здаяется, будують собі якийсь подземный бункер на багато-багато поверхів, пробиваючи шар за шаром. Одним словом, такого не очікували навіть ми. Російська пропаганда в ударе. Мы смотрим сейчас на кадры из города. Собственно, по этим кадрам становится понятно, что не было, конечно, у ВСУ шансов там как-то остаться. Значит, вот эти кадры сняты уже после того, как было объявлено об освобождении города. Конкретно, это Юго-Запад. Как раз вот отсюда, под прикрытием артиллерии, наши войска в город заходили. Вы видите вот эти разрушенные многоэтажки, обгоревшие. Некоторые кварталы, которые украинские войска превратили в такие укрепрайоны, они разрушены практически до основания. Почему? Потому что, ну, стратегическая ценность у Глидара как раз и заключалась в том, что здесь высотная застройка. То есть это такая искусственная возвышенность, очень хорошо укрепленная, с которой украинцы обстреливали степи вокруг. Было очень трудно к ним подойти. Но, тем не менее, подошли. Вот вы видите ролики, где наши солдаты разворачивают российские флаги и шлют приветы западным кураторам Украины. Сейчас тоже покажем. Пока у нашего солдата есть бабы, сала, самогон, пусть х***ат суд солдаты НАТО и раком станет Пентагон. Сейчас наши военные зачищают у Глидар. По сообщениям властей ДНР, там еще остаются разрозненные подразделения украинские. Это всегда был такой шабаш, куда приезжали хабатники. И когда они там устраивали, это было во все годы. Я уже даже не буду затрагивать ту тему, что стыдно, когда на них я смотрю, стыдно, в каком они состоянии оставляют город. Там же это горы грязи, никто ни на кого не смотрит, все бросается на улицах. Все это... Приезжают туда люди, которые вообще ничего не понимают, ни в своем прошлом, ни в прошлом своего народа. Они, да, они, конечно, евреи, они иудеи, они все это понимают. Но вот эти люди, у которых там спрашивали, да вы у них спросите вообще что-то про Вторую мировую войну или вообще что-то, что такое Холокост. Они ему сказали, да, Холокост это уничтожение 6 миллионов евреев. Копни его, спроси, задай ему вопрос, а что он вообще про это знает? А кто убивал евреев? А что такое Бабий Явр? Он скажет, там убивали евреев. А спроси у него, а кто там стоял? Кто стоял с пулеметами, а кто стоял смотрел? А как гнали там людей из Киева по этим улицам? А то, что вы сейчас лозунги все эти повторяете, они этого ничего не знают. Я опасаюсь, что они закрыты, ведь они в закрытом обществе и в Израиле живут. Я опасаюсь, что в Израиле нет возможности, даже если бы хотели, им каким-то образом это преподать. У них свои ешивы, у них свое обучение. Они обучают, они читают и учат Тору с утра до вечера про историю. Они, скорее всего, ничего не знают. Но именно эти люди по вот этому трагическому стечению обстоятельств потом представляют как бы лицо Израиля и говорят, ну вот... Их вытащило Дойче Велле. Да. Это как раз то, что я как раз хотел к этому прийти. И тут приходит Дойче Велле. У меня был период, я никогда этого не скрывал, когда я работал в украинской редакции Дойче Велле. Меня туда пригласили как человека, знающего украинский язык. Я там недолго, правда, проработал, потому что там собралась группа людей, которые кричали «Слава Украине», и меня быстро оттуда убрали. Я знаю, кто там работал, знаю, в каком направлении они работали. Я могу представить себе, что мог и как мог построить вопрос корреспондент украинской редакции Дойче Велле, находясь в Умане. Поэтому я могу построить вопрос так, что я получу на него именно тот ответ, который мне нужен. Они это и сделали. И в этом плане редакция Дойче Велле абсолютно извращенно ведет вот эту политику, которая воспринимается как бы, ну, смотрите, видите, вот евреи за украинцев. А посол Израиля на Украине тоже ведет такую политику? Да. Да. Да, Володя, да. Вообще, люди стали переписывать историю. Вот увидите, еще немножко время пройдет, и нам скажут, что австрияк Шекельгрубер просто вел в блуд немецкий народ, который потом пострадал, открывал бы Сталина. А немцы? Немцы не виноваты. Нам уже уже рассказывает Анна Элена Бергок, что ее дед принес мир и свободу в Европу. Так что на наших сами глазах история переписывается. Так, ну, не можем отказать себе в удовольствие и поздравить Верховного Главнокомандующего, президента нашей страны, с днем рождения. И, как говорит Верховный, этот день проводим в работе. Сейчас реклама, пусть мы продолжим в новом составе. Некоторые головы на Украине призывают, что нужно идти на Беларусь. Ну, пусть попробуют. Мы их ждем. Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто-то, как я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль, очень серьезная, которая проведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Поэтому это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Поэтому мы в этом отношении абсолютно спокойны. Ну, и потом мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальный контакт, и мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, полторы тысячи километров, граница украинцам это точно не нужно. 50 секунд колокол Хатыни напоминает нам о том, что свыше 600 белорусских деревень были сожжены вместе с женщинами, детьми и стариками. Сколько бледь не прошло, мы и сегодня слышим эхо немого крика о помощи обессиленных жителей блокадного Ленинграда, плач миллионов советских матерей детей, чьи сыновья, дочери и отцы не вернулись с полей сражения. Число жертв той войны ужасает. Что еще страшнее, оно не закрыто. На территории Беларуси мы продолжаем находить массовое захоронение сотен тысяч замученных и расстрелянных. Такая же работа ведется в России, в других странах Содружества. А в это время в некоторых странах освобожденной Европы чествуют легионеров СС. Неонацисты открыто маршируют по улицам, сносят, оскверняют памятники воинам-освободителям. Участвующая в этом шабаше молодежь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории. Они не знают, что вместе с советскими людьми сражались их предки, те же прибалки, поляки, бельгийцы и даже немцы. Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплативших жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и за будущее их народов. Здравствуйте, разрешите два небольших вопроса. Да, И это, конечно, крайне важные слова президента Азербайджана. Внимательно послушайте. Россия, как известно, живет сейчас под давлением вообще тысяч санкций. На ваш взгляд, в принципе, политика санкций международных отношений, она имеет хоть какие-то перспективы? Она не имеет вообще права на существование, тем более, когда эти санкции незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно. Поэтому мы категорически выступаем против всяких санкций и считаю, что международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию. Мы в национальном качестве эту позицию выражаем, что касается санкций, наложенных на нас и не только на нас. На нас санкции были наложены в 1992 году по надуманному обвинению о том, что мы блокируем Армению в то время, когда наши территории находились под армянской оккупацией. Эти санкции были сняты в 2001 году, когда Соединенным Штатам было необходимо осуществлять транзит своих грузов и воздушным путем, и наземным, и морским путем в Афганистан через территорию Азербайджана. И каждый год президент Соединенных Штатов независимо от партийной принадлежности эти санкции своим решением отменял. До того момента, когда Соединенные Штаты бежали из Афганистана, после этого эти санкции на нас были наложены. И когда я их обвинил в неблагодарности, я считаю, что это не самое жесткое слово, которое можно использовать в данном контексте. Важнейшим направлением деятельности Содружества является обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Ключевую роль здесь играет тесное взаимодействие по линии компетентных органов и профильных служб. В этом контексте хотел бы отметить принимаемую нами сегодня программу сотрудничества в области де-радикализации, подготовленную по инициативе президента Узбекистана Шахвата Мирановича Мерзиёева. Она нацелена на недопущение легитимизации радикальных и экстремистских течений и на выстраивание межконфессионального диалога. В нынешней непростой ситуации в мире крайне важно, что все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН. Уважаемый Александр Юдарович, уважаемые друзья, коллеги, мы очень рады всех вас приветствовать в Москве, как и договаривались во время моего визита в Баку. Проводим сегодня, мы сейчас с президентом поговорили, что называется, с глазу на глаз. Вчера вечером еще неформально так или иначе все-таки затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом наших отношений. И хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Вот мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан. В школу сдай, в училище сдай, в детсад сдай. Я плачу три кредита, две тысячи в месяц, коммунальные платежи около двух тысяч, школа около тысячи, цену на проезд в училище около 800 рублей. Остается около 7 тысяч. Вот объясните мне, реально на эти деньги организовать один кубический метр мусора в месяц, так как кто-то в государстве с зарплатой 400 тысяч рублей в месяц решил, что на одного человека в год три куба мусора получается. На мою семью из четырех человек в год получается 12 кубов. У нас в неделю получается один неполный красный пакет из магнита, сеть магазинов. В месяц всего четыре пакета. Мусор я возле двора не выставляю, сама выношу до мусорных баков. У нас даже 0,5 куба мусора не набирается. Объясните мне, почему я должна платить за мусор, которого у меня нет? Ну и сегодня в России отмечается новая памятная дата день воссоединения. Воссоединение Российской Федерации с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Соответствующий закон был принят Госдумой в прошлом году. Ну и сегодня Путин поздравил граждан с этим знаменательным, как он выразился, судьбоносным днем. Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость, за их решительность, за выбор в пользу традиционных ценностей, за сохранение исторической памяти и культуры. Спецоперация показала, что решение было принято вверх. Все цели СВО при этом будут достигнуты. Правда, сказал Путин, как известно с Россией. Потому что нынче Селюк вступает в зиму, которая будет холодной, без тепла, без света, это очень тяжело, это будет давлеть на психологию. Поэтому надо, сейчас внимание, предложить России сделку. Ну, естественно, это же Wild Wild West. Что же полагается под этой сделкой? Итак, Россия сохраняет, это вот Financial Times пишет, им же пофигу абсолютно, что написано в Конституции Российской Федерации, их это вообще никогда не парило. Россия сохраняет фактический контроль над примерно одной пятой частью Украины, при этом суверенитет не признается, а остальная часть получает возможность присоединиться к НАТО или будет обеспечена эквивалентными гарантиями безопасности, чтобы Селюк смог восстановиться, интегрироваться в ЕС, подобно Западной Германии во времена Холодной войны. Ну, первое, описанный вот здесь вот сценарий изначально не устраивает Российскую Федерацию. Не правда ли? От слова совсем. Но, повторяю, Financial Times глубоко на это дело наплевать. У них свое видение мира и отказываться от него они не собираются, видимо, по, так сказать, принципиальным соображениям. Ладно. Второй момент. Суверенитет они не признают. Но это прямая отсылка, опять же, в прошлое. Если вы не знаете, на тех картах географических, которые печатались на Западе после окончания Второй мировой войны, территория Советской Прибалтики, то есть это нынешнее три Балтийского Эмиратства Эстония, Латвия и Литва закрашивался особым цветом. Не признавал коллективный Запад наличие Прибалтики в составе Советского Союза. Упрямо и последовательно. Я такие карты видел еще даже в самом конце перестройки. Я сначала даже не понял, почему это как бы так закрашено. Но слава Богу в Советском Союзе научпоп был хорошо развит. Это ж не нынешнее вот это бездарное безблагодатное время с википедиями и всякими мужчинками гомосяового вида, которые туда статьи клепают, из которых нихрена понять невозможно. Тогда все-таки государство этим занималось. И там было написано, что вот они не признают. То же самое предлагается сделать и сейчас. Мы же понимаем прекрасно, почему они предлагают сценарий по так называемому германскому сценарию. Не по корейскому, обратите внимание, хотя слово сочетание раздел по Корее было чрезвычайно популярно еще два года назад. Но концепция поменялась. Ну несложно понять почему. Потому что две Кореи существуют и сейчас, а двух Германий не стало. Стала одна. Где в общем жители ГДР были на позиции бедных родственников, никому там в федеративной республике Германия совершенно не нужны. Именно по этой причине сейчас на территории бывшей ГДР очень много пустых домов. Знаете, как спальные дома. Вы в таких же живете, как и я, собственно. Они пустуют. Уезжает население за долей лучшей. Такая вот беда. То есть это намек на что? Что через какое-то время, ну им не важно особенно, 20 лет, 50 лет. Ну в России придет какая-то другая власть, с которой можно будет договориться и она по тому же сценарию, как это делал наш незабвенный это ругательство сейчас было, если кто-то не понял. Вот, я просто не могу же это произнести в эфире по поводу Михаила Сергеевича. Так вот, как наш незабвенный поступил тогда при объединении Германии. Ну то есть отдав Западу вообще абсолютно все, ничего взамен не получил. И если это как агенты Киева, которые безкоген нам показывают, что мы все делаем правильно, что война отображается и на жизни обычного недорогого россиянина. Про будни, про то, что они переживают, что из них сталося, что вообще они выкладывают и чем делятся у своих социальных мережах, подивимось далее. Ну нет возможностей, нет сил воспитывать детей, но это надо поднимать, вкладывать. Кто будет рожать девушки и детей, если нет парней в деревне, половина девчонок, которые уже по 40 лет замуж не выйти не могут. За кого выходить замуж? Одни наркоманы, другие женаты, третьи на войне погибли. Странные вопросы задают, честное слово. Говорят сейчас проблемы с мужчинами, это правда? Да. А куда они подивались? Без понятия. В Грузию уехали. Потому что у меня нет квартиры, мне некуда рожать детей. И надежного партнера тоже нет, и квартиры нет. Пока я не могу обеспечить не буду уверена, что я смогу сама содержать этого ребенка, я не буду рожать. Ипотека сейчас, нам говорят, выросла вообще до каких-то неимоверных вообще историй просто. Поэтому, я думаю, да, это нереально сейчас. Стимулировать народ для того, чтобы рождаемость была выше. Это как, ночи увеличить? Нет, это зарплаты поднять, чтобы люди могли обеспечивать свои семьи. Так вот, и растить своих детей благополучно, а не так, чтобы выживать на последние копейки. Мишусин сказал, что средняя зарплата в стране 73 тысячи. Вам что, мало? Я вас умоляю, 28 тысяч зарплаты. Это лично у меня. А у многих ваших знакомых 73 тысячи зарплата? Не он. Казанин Путин, мы народ, мы облекли вас властью, средствами и временем. Власть у вас практически неограниченная. Средства, мы отдали все ресурсы этой страны в ваше распоряжение. Времени у вас более чем достаточно для того, чтобы выстроить действенную структуру власти. С кем и кого вы собираетесь победить? Вот с этими или вот с этими, которые, наплевав на все, презрев абсолютно все, продолжают нарушать законы Российской Федерации. Будут нас уважать вот эти и вот эти после таких вещей? Полагаем, что нет. Сможем мы прийти к победе при таком положении вещей? Полагаем, что нет. Проклят именем русского народа в веках и развеян прах тех, кто предал интересы русского народа. тех, кто привел на Святую Русь и народцев и сделал ставку на них. Просим сделать правильный выбор. Мы готовы поддержать вас, мы готовы идти к победе, но вот не с этими и не с этими. Наведите здесь порядок. Дорогие мои, вчера поступил вопрос, но вчера уже не стала снимать видео, потому что я после косметолога укола на лицо, но сегодня чуть как-то полегче. Просила мое мнение на тему, что я думаю о ребятах, которые называют девушек-тарелочницы, которые на первое свидание приглашают в кафе, но я так подозреваю, что мужская часть населения очень расстроена, что их объедают. Я считаю, что нужно мужчинам стремиться к такому уровню финансового своего благосостояния, чтобы тарелка салата или угостить такие излишества, как угостить женщину или девушку обедом для них не имели никакого значения. Вы знаете, у меня бывают ситуации в жизни, когда девочки мои, знакомые, подружки говорят, Олен, я хочу сделать тебе приятное, я заплачу сегодня за обед. Это девочки. Понимаете? Потому что они ко мне хорошо относятся, потому что я всегда с открытой душой к людям. Вот просто они хотят сделать мне приятное. и я вот тоже, ну, блин, о таких нельзя вещах говорить, но я вот скажу, да, я заказала кое-что, на меня маленькая. Я не продаю в интернете, я не пишу, столько-то, столько-то там заберите. Я вот пойду сегодня, ну, отдам, подарю, сделаю людям приятное. Ваша проблема в том, что вот пока вы будете считать каждый лист салата, каждую чашку кофе для девушки, каждую коробку конфеты, каждую шоколадку, вот вы будете вот так вот дерьмово жить. Надо, во-первых, уметь отдавать, надо уметь делать людям приятное. Надо научиться вызывать у женщин улыбку, почему нет. Куда вы гребете? В гробу карманов нет. Если вы даже и потратите эти там копейки, тысячу, две на обед женщины, девушки, сделаете ей приятное, купите ей цветы и просто отпустите ее, даже если второй раз не увидитесь, в этом нет абсолютно ничего страшного, вы не обеднеете, а девочку будет счастлива, будет еще ходить и целый день вспоминать вас. Хорошим славу. Робная булочка халат халат глянь, халат красавец, да, вот это я понимаю, птиц, булочка, И на финал незайвым будет вам нагадать, что для нас, друзья, украй важливо, звісно, терражувати всю правду. Иронию над россиянами. И, конечно же, те, в чом они, как и завжди, збрехали. А, в общем, они, как известно, каждый раз, когда делают вдох и выдох. Тоже, не забудьте поставить нам в подобайку, чтобы это видео увидели какомога больше людей. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чим больше будет армія наших однодумців, тем гучнейше луна тема, и украинская правда, и украинские наративы. Ну и, конечно, тем важнее россиянам будет продолжать сипать своё ипсо против нас и их пропаганду. Не забывайте коментовать абсолютно все, что вы почули и побачили. Как и завжди, хоть побачите ваш розбір улюблених фрагментов. Бо мы працюем еще и для того, чтобы трошки поднимать вам настрій. Это во время войны никогда не бывает зайвым. Бережьте себя, бережьте Украину. До зустрічі! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok